Тёплый привет из Сталинского университета, и в этом видео я хочу, коллеги, показать вам, каким образом создаю лэпбук для наших с юри студентов, которые проходят у нас обучение на курсе методика преподавания математики в основной школе. Итак, первое. Прежде чем приступить к разработке лэпбука, я всегда захожу на совершенно чудный сервис, чудную среду, которую рекомендую всегда всем учителям, которая называется Pinterest. Если вы давно на меня подписаны, то наверняка вы уже слышали о моих рекомендациях. Кстати, вы можете найти меня на Pinterest, мой аккаунт называется «Мастерская Марины Курвиц», и там найти доску, которая так и называется «Лэпбук». Туда я складываю все интересные идеи, шаблоны и примеры, которые нашла на просторах этой чудной среды. И вот первое, что я делаю, я захожу на свой Pinterest, я смотрю те варианты, которые уже у меня есть, немного гуглю ещё, добавляю какие-то новые примеры, которые нахожу, и исходя из той задачи, которую преследую я, исходя из той информации, которые должны будут проработать наши обучаемые, я выбираю тот или иной шаблон. Это был первый шаг, который я делаю всегда. Иногда он занимает у меня достаточно много времени, признаюсь. Стоит только зайти на Pinterest, начать изучать шаблоны, тебя разрывает, потому что хочется и этот пример попробовать, и этот, и ты прекрасно понимаешь, что этот, например, создание, допустим, какого-то интерактивного объекта, для того, чтобы его вклеить на лэпбук, займёт очень много времени у студентов, и ты начинаешь выбирать, какой же подойдёт, какой же подойдёт больше, какой подойдёт, точнее, лучше, а какой брать не стоит. Студентам надо будет сравнить, как объясняется данная тема в одном учебнике и в другом. Вот такой анализ им предстоит сделать. Удобнее всего для такого анализа задействовать различные инструменты, которые уже содержат, возможно, некоторые критерии, наводящие вопросы, подсказки и так далее, потому что в этом случае анализ всегда даётся легче, и он будет конкретный, сжатый, доступный, понятный. Итак, теперь у меня идея уже имеется. Я знаю, что я хочу, и сейчас вам покажу, как выглядит моя идея, и затем мы с вами вместе будем этот лэпбук изготавливать. Схема выглядит вот таким образом. Мы с Юрием решили делать лэпбук на листе формата А3, это сейчас А4. Он сгибается, вы видите, таким вот образом. И здесь будет написана тема, которой занимаются студенты. У нас четыре группы, у каждого своя тема. Здесь будут кармашки, в котором представлены плюсы и минусы. Это сторона для анализа одного учебника, это сторона для анализа другого учебника. Соответственно, здесь будут у студентов вынесены какие-то плюсы, которые они нашли, здесь минусы. И ровно так же по другому учебнику. На развороте. Так как они будут сравнивать, им нужно будет находить что-то общее, что-то разное, то, безусловно, здесь должна быть диаграмма Венна. Этот инструмент, как только проводится анализ, просто необходим. Далее. Вот здесь будут располагаться интерактивные элементы. Я покажу, давайте отдельно. Вот такие. Интерактивные элементы. Это тоже схема. Для того, чтобы мы сами понимали, что у нас будет. Эта схема просто для нас. И он будет склеен вот на этой стороне. То есть точно такой же элемент будет склеен вот здесь. Итак, и вот тут будет кармашек, в котором студенты запишут, или, точнее, сказать, не запишут, а добавят сюда, вставят сюда полосочки бумажные со своим решением, со своим мнением относительно того, какой бы учебник они выбрали, или на какой учебник бы они обирались при объяснении данной темы. Что у меня готово? У меня есть бумага плотная, картон А3. У меня есть распечатанные, видите, диаграммы венна. То есть все, что мне понадобится, все, что мне сейчас надо будет вырезать и вклеивать, у меня все это уже есть. Вот название различных критериев, вот полосочки для студентов. Это название тем, с которыми они будут работать и так далее. Что у меня еще было? Еще кармашки где-то были. Я все это заранее напечатала на компьютере, создала на компьютере и распечатала. Сейчас буду заниматься вырезанием. Сейчас буду развивать мелкую моторику у себя. А вы будете вместе со мной, соответственно, это делать. И, коллеги, что хотелось бы пояснить, почему я сейчас врезаю и проделываю всю эту работу сама, а не предоставляю ее нашим студентам. Дело в том, что с этими студентами мы будем создавать лэпбук в первый раз. И не хотелось бы во время очной встречи много уделять времени тому, чтобы они думали о том, как оформить свой лэпбук, как создать, какие элементы добавить, да что это такое. Поэтому в самую первую встречу для них будет создан уже готовый шаблон. Их задача будет только дополнить его, разукрасить по своему усмотрению, вклеить, может быть, какие-то элементы, как они хотят. А в последующей встрече, когда для них уже эта технология будет знакома, понятна, и они уже видели, готовы примеры, и они сами работали, вот тогда в последующие разы мы будем создавать больше им свободы для того, чтобы они могли создать и разработать свой собственный лэпбук со своими собственными элементами. Итак, я приступаю к сбору лэпбука. Первое. Начну я с того, что возьму А3. Кстати, я этот процесс сборки лэпбука ускорю, конечно же, в видео, иначе я просто боюсь, что вы не дойдете до конца видео и не увидите результат, если я оставлю все ровно в таком темпе, как я собираю. Я потом скажу, сколько времени у меня ушло. Я сейчас поставлю, кстати, себе таймер. Это даже не таймер, а секундомер поставлю и посмотрю, сколько времени у меня на это ушло. Все, таймер пошел, секундомер пошел. Итак, у меня, у нас будут 4 группы, значит, мне понадобится 4 лэпбука. Я беру 4 цвета, ну, вот какие первые здесь были. Я их беру, с ними работать и буду. Все остальные убираю. Они мне не понадобятся. Итак, далее, беру первый лэпбук и сгибаю его, сгибаю его вот таким вот образом. Теперь приклеиваю название темы. Теперь следующее, кармашки. Кармашки, которые нужно будет приклеить сюда. Это я вырезаю название учебников, которые будут сравнивать между собой наши студенты. Я вклеиваю эти названия на, соответственно, на страничке нашего лэпбука. И вклеиваю кармашки. Итак, первая часть готова. Вот, могу ее продемонстрировать. Тема, учебники для сравнения и кармашки. Где здесь плюсы, где минусы, эту свободу все-таки я предоставлю студентам, пусть они сами украсят, как они хотят. Теперь я займусь разворотом. Итак, мой лэпбук готов. Сейчас я вам продемонстрирую, смотрю на часы. Мой секундомер показывает, что на создание этого лэпбука у меня ушло 40 минут. При этом я еще успела, правда, поговорить по телефону, сделать видеозвонок в Вайбере. Но сам факт, что да, 40 минут ушло. И сейчас мне предстоит еще создать несколько таких лэпбуков. Итак, ну я надеюсь, что с этими лэпбуками уже пойдет дело гораздо быстрее. Теперь продемонстрирую вам мой готовенький лэпбук. Скажу честно, мне само безумно нравится. Я просто в восторге от собственной работы. Итак, вот так выглядит мой лэпбук. Тема, учебники, плюсы-минусы. И я вставила сюда бумажки, на которых студенты будут наносить положительные или отрицательные стороны, которые они нашли. Итак, открываем лэпбук. Одной рукой не очень удобно. Двумя удобнее будет. Вот так он выглядит внутри. Здесь, как я и говорила, диаграмма Вена для сравнения. Здесь решение группы. Я им вложила некоторые сюда бумажки для того, чтобы они могли воспользоваться. И вот эта вот та часть, которую они могут оформить, честно говоря, как хотят. Могут вообще оставить без оформления. Но сам факт, что вот сюда и придет их основной анализ, с которым они будут работать. Самое первое – это методический подход учебника, свое мнение они запишут сюда. Здесь они решат, это для учебника, для учителя или для ученика. Здесь про уровни. На каких уровнях разобрана данная математическая тема. И здесь оформление. Вот, пожалуйста. Относить на этого учебника и относить на этого учебника. Вот. Вот такие четыре красивых лэпбука в итоге у меня получились. Для создания вот этих трех лэпбуков у меня ушло времени где-то час. И скажу, что больше всего по времени занимает создание вот этого интерактивного элемента. И так как у меня на каждом лэпбуке их два, то большая часть времени уходила именно для того, чтобы создать их. Вот. Я подумала, что в следующий раз я могла бы иметь уже заготовочки вот таких элементов, несколько штук. И когда понадобится их использовать, просто наклеиваются сюда различные темы. Причем я решила, что в следующий раз я сделаю название этих тем цветными. Тогда будет смотреться еще более симпатично. Так, надеюсь, это видео было для вас полезным и интересным. Если так, то непременно жмите лайк. Жмите лайк. И если у вас возникнут вопросы, то задавайте их под этим видео. Также можете смело писать, какие бы видео вы бы еще хотели увидеть на моем канале. Все ваши предложения для меня будут интересны. Всего доброго и интересных вам уроков. Субтитры создавал DimaTorzok